Татьяна и Наталья Мы жили и жили. А здесь у нас как-то уже стимул появился. То есть та денежка, то, что нам сейчас дало государство. Поэтому натолкнуло на вот это все. И мы стали так же им быстро собирать документы. И вот я говорю, повторяю, что очень хорошо, быстро все получилось, оперативно. Сестры купили квартиры в одном и том же доме, в строящейся многоэтажке в центре города. Кстати, субсидию на ипотеку можно получить только если жилье приобретено на первичном рынке. То есть непосредственно у самого застройщика. Еще один важный момент. Кредитный договор должен быть заключен с ипотечной корпорацией Чувашской республики. Либо же с Сбербанком, Россельхозбанком или Промсвязьбанком. Сумма сертификата на первоначальный взнос варьируется от 260 до 700 тысяч рублей. В зависимости от количества членов семьи и рассчитывается индивидуально. Все-таки не каждому удается накопить первоначальный взнос. А эта программа мне очень помогла. Конечно, я очень рада. Мне очень все понравилось. Квартира большая, просторная. Все поместимся, разместимся. Также субсидию на оплату первоначального взноса за квартиру могут получить семьи, которые не успели воспользоваться поддержкой от государства по программе «Молодая семья» по причине достижения 35 лет. 100 семей из Чувашии уже забрали свои сертификаты. 9 из них успели заключить сделки по приобретению жилья. Мы планируем всего где-то 300 семей охватить. Сегодня только 100. То есть еще 200 семей в этом году могут подать заявку и воспользоваться данной поддержкой. Программа рассчитана на сегодняшний день на 4 года. И, соответственно, объем поддержки 555 миллионов рублей. И, соответственно, те, кто не успеет в этом году, мы обязательно будем помогать следующим. Более подробно с требованиями к участникам нового проекта, запущенного в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии, можно ознакомиться на сайте Республиканского Минстроя. Этот дом строительная компания «Кротонстрой» должна была сдать еще в июле 2016 года. Однако в один момент у застройщика все пошло не по плану. Пять лет здания 70-процентной готовности дожидалось, когда его доведут дома. А дольщики когда смогут зайти в собственные квартиры. За это время, говорит Дмитрий Зиновьев, и кредиты выплатили, и дети выросли. Он и его семья как раз из тех 60 человек, кто все свои сбережения вложили в этот дом. Здесь же жилье себе взяли и его сестра, и родители. Не в те сроки, конечно, которые мы хотели, у многих уже дети родились, в садик уже прошли. Но я думаю, сейчас этот дом все-таки завершим. Уверены в этом и представители Минстроя Чувашии. С 2019 года правительство республики совместно с Федеральным фондом защиты прав дольщиков пытались изыскать средства на завершение строительства данного объекта. И вот на стройке вновь кипит работа. Подрядчик – компания с озвученным именем «Нептун». Ответственность несколько выше, чем просто на обычных объектах. Но, в принципе, все идет по плану. Мы планируем даже нагнать изначальный график, который был без учета срыва начала работы. Сумма контракта составляет 62 миллиона 700 тысяч рублей. За эти деньги подрядчику необходимо завершить все работы и подготовить его к сдаче. Ожидаем, что в октябре завершатся основные страти монтажной работы. И до конца года мы должны официально ввести этот объект в эксплуатацию и передать долгожданные квартиры участникам долевого строительства. Параллельно Минстро Чувашии совместно с Региональным фондом защиты прав граждан долевого строительства ведут работу еще по пяти проблемным объектам. Сумма достройки которых превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей. По четырем позициям принято решение о завершении строительства и выделении соответствующих средств из федерального бюджета. Еще по одному объекту участникам долевого строительства взамен жилья, которое они оплатили, выдают компенсации. Осталось найти подрядчиков и возобновить строительные работы еще на трех проблемных объектах в республике. Это необходимо сделать до конца года. На строительство школы в микрорайоне университет выделят деньги из федеральной казны. Заявка на возведение учебного заведения прошла конкурсный отбор Министерства просвещения и включена в перечень объектов в рамках национального проекта образования. На строительство школы понадобится более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Она станет одной из самых больших в республике с расчетом на полторы тысячи мест. Образовательные учреждения начнут строить уже этой осенью. На прямой линии главы, которая прошла 14 июля, чебоксарцы поинтересовались у руководителей региона, когда в столице появятся школы и в других новых микрорайонах. Олег Николаев отметил, что уже в конце этого или начале следующего года в планах у правительства республики начать строительство еще пяти школ. Если бы по микрорайоне университет мы вошли в строительство по базовой программе образования, то вот эти пять школ мы планируем зайти по программе конституционного соглашения. Будут параллельно разрабатываться и дорабатываться проектно-смертная документация, ну и ввестись в соответствующие строительные работы. Поэтому у нас должно все это получиться достаточно быстро относительно того, что это было раньше. И есть желание также завершить работу в конце 23-го года. Сейчас в республике строятся еще три школы. В микрорайоне Садовый на 1650 мест, в деревне Кашмаши Маргаушского района на 108 мест и пристрой на 120 мест в Шагарданской школе Батаревского района. Минстрой Чуваши, Республиканская служба единого заказчика и Чебоксарская администрация заключили 82 государственных и муниципальных контракта на выполнение строительных работ в рамках национальных проектов. Общая сумма свыше 2 миллиардов рублей. Это более 90% от плана. Строительство четырех объектов предусмотрено по региональному проекту «Чистая вода». Так, в его рамках проложен водопровод от насосной станции северо-западного района Чебоксар до деревни Чандрово. В 2022 году должны завершить строительство двух пусковых комплексов группового водовода в Шамуршинском, Батаревском и Комсомольском районах. А уже в этом ноябре планируют сдать новый водопровод в Порецком. Также в селе по проекту «Оздоровление Волги» начались работы по строительству комплекса очистных сооружений. А в Чебоксарах и Новочебоксарске развивают инженерную инфраструктуру для жилых микрорайонов. В микрорайонах жилых районов «Солнечный» и «Новый город», многоквартирных жилых домов по улице Магнитского, гор Чебоксар, девятого микрорайона западного жилого района города Новочебоксарска строится 12 объектов инженерной инфраструктуры. Это как сети водоснабжения, водоотведения, газовое и теплоснабжение. На общую сумму 202 миллионов рублей. Конкурсные процедуры проведены и заключены 11 контрактов на сумму 170,4 миллионов рублей. Мероприятия по газонабжению микрорайонов 1, 2, 3, 5, 6 жилого района «Солнечный» в стадии подготовки аукционной документации. Биологические очистные сооружения второй очереди в Новочебоксарске уже больше полувека обеспечивают очистку. Стоков-Чебоксар и города Спутника. Сейчас требования к качеству очищенной воды, сбрасываемые в водные объекты, сильно возросли. И чтобы им соответствовать, на БОС разработали сразу несколько проектов по обновлению и реконструкции оборудования. Сооружения второй очереди были построены в 80-е годы по проекту Ленинградского отделения «Гипрокоммуновый водоканал» производительностью проектной на 220 тысяч кубических метров. Строительство данных сооружений подразумевало достижение показателей того времени. Но исходя из загрязнений, существующих для достижения нормативов, назрела необходимость реконструкции второй очереди с применением технологии нитрификации, денитрификации, дефосфатации с глубоким удалением органических соединений. Реконструкция сооружений позволит повысить эффективность удаления соединений азота и фосфора из точных вод. Главным образом за счет биологической очистки, без применения реагентов. Либо с минимальным их использованием. А выпускаемая в воду вода будет удовлетворять всем нормативам, предусмотренным новым законодательством. Коллектор, по которому очищенную воду сливают в реку, ввели в эксплуатацию в 80-м году прошлого столетия. За это время его железобетонные конструкции износились. Сейчас назрела необходимость строительства нового коллектора с применением современных технологий. На предприятии заинтересованы и в новом шламонакопителе под номером 12А, поскольку в настоящее время прекращен прямой налив осадков с точных вод в шламонакопителе. Весь осадок проходит центрифугирование и термоутилизацию. Запроектированный шламонакопитель рассчитан на хранение больше 2000 тонн золы, который остается на предприятии после термоутилизации осадков с точных вод. Здесь будут применены конструкции разворотной площадки, эстакады, пандусы для возможности выгрузки самосвальной техникой. Он очень будет герметичным. Это очень важно. Здесь будут применяться новые технологии. Так называемые, помимо длинного замка, бетонитовые маты. При этом потребуется реконструкция еще одного шламонакопителя, предназначенного для сбора сырого осадка и уплотненного ила, поскольку при строительстве нового объекта будут затронуты конструктивные элементы уже существующего – дамба и маневренная емкость. Сейчас все три проекта проходят государственную экологическую экспертизу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова